Всем привет! Сегодня у меня такой ноутбук Dell. Модельку характеристики вы видите на экране. Сегодня наша задача разобрать его и провести профилактику, соответственно, очистить вентилятор от пыли. Продуть все, прочистить и обновить термопасту. Ноутбук стоял в офисе долгое время. Обслуживание, как говорят, не проходил. Механическое. Посмотрим, сколько там набралось. Пыли и грязи всякой. Разберем. Первым делом, значит, отключаем аккумулятор. Правда, в этом ноутбуке он уже не рабочий. Ничего не держит, никакой заряд. Но все же мы его убираем. Вот. Далее мы откручиваем винтики на поддоне, который видим. Так, значит, винтики открутил. Основные с поддона. Значит, снимаем эту крышку. Под неоперативный память будет. И, скорее всего, чтобы вытащить оптический привод, там тоже будет винтик. Так, соединили. Вот. Что у нас тут? Две планки оперативки. 1 гигабайт. И тут 2. Да. Не особо много. 3 гига. DDR3 получается. 1333 частота. Так, значит, бултика тут в принципе нет. Вот мы его вытаскиваем оптический привод. Сюда можно поставить салазки, SSD-ку воткнуть. Вот. А жесткий ее ставить под более объемные данные. Вот эти ноутбуки хорошо. Можно апгрейдить таким планом, правда. Ну, SSD поставить и обычный жесткий. Ставить старенький, к примеру. Далее нам, значит, все мы открутили здесь. Да, вроде ничего я не пропустил. Дальше надо будет перевернуть ноутбук. И нам надо будет снять клавиатуру. Здесь вот есть такие рисочки. На них надо поднажен будет нажать. И клавиатурка должна будет отходить из пазов. Там у всех по-разному. Бывает тяжело отходит. Бывает нормально. Ну, тут по всей видимости, должно нормально отойти. Всяком случае, пока поддается. Клавиатура тут не островная. Так что она снимается. Упокойненько. Так. Все мы отсоединили. Теперь где-то подцепиться надо. Что-то не очень удобно. Это она еще держит, что ли. Это не все, что ли, соединил. Да нет, вроде все. Что-то на держишь. Неизвестно, да? Кто-то держит. Да ладно. Будем пробовать дальше. Отсоединить. Это просто, наверное, подприлипло, скорее всего. Давно ее не вытаскивали. Вот, значит. Здесь это у нас поднимаем. И здесь шлейфик аккуратно. Наверх. Коннектор. Держачок поднимаем. И вытаскиваем. Аккуратненько шлейфик. Все клавиатура у нас снята. Остается, значит, нам с ней вот эти так же шлейфики отсоединить. Здесь тоже такая же процедура вверх. И вытаскиваем за язычки. Будете дергать. Оторвете все коннекторы. Будете на скотч прикреплять. Или какие-то доноры, сказать, ломается они тоже очень быстро. Так, и остается вот открутить у нас тут несколько винтиков. Три получается. Откручиваем. Четыре. И будем снимать уже. В общем, снял я эту верхнюю крышку ноутбука. Оказалось, здесь все уже кто-то лазил. Вот. У нас тут трещина. Здесь вот следы тоже по всему все оторвано. И самый главный момент это вот сам. Верхняя эта крышка аккуратненько отломана. Какие-то вандалы, видно, уже снимали. И получается, вот здесь даже детальки какие-то болтаются. Здесь тоже самое. Сейчас будем отсоединять материнскую плату. Почистим. А там уж будем думать, как отсюда закреплять. Ну, в целом, она так же и встанет обратно. Ее незаметно. Вот. Ну, посмотрим. Ну, что-то тут болталось. Непонятно пока только от чего. Что-то, наверное, топ-кейс этого. А так здесь уже было и сама рамка тоже вот треснутая. Я тут ее подклеил. Чуть-чуть изоленту он здесь замотал. А так на клей пришлось сажать, потому что она отваливается. Ну, там ее легко снять. Я его прям по краешкам прошелся, чтобы держал. Ну, в принципе, сейчас рамка не отваливается. Нормально держится. В общем, кто-то постарался поуничтожать корпус. Вот. Значит, продолжаем. Значит, надо будет шлейф матрицы отсоединить и отвинтить несколько винтиков, чтобы материнку можно было снять. Шлейф матрицы просто тянется аккуратно. Надо ничего там дергать. Вот так вот его раз все. Вот, соединен. Вот так. Это еще колонки, походу. Надо их отсоединить тоже. Шлейфик. Не очень удобно тут к нему подобраться. Скорее всего, он будет мешать. Соединять будем. А так это отсоединил. Вот. Так вот еще винтик забыл открутить. В общем, оказалось, все идет не так легко. Прошлось крышку матрицы отсоединять, потому что, из-за того, что вот это у нас оторвано. Или она так и должна быть. Она, может, кстати, так и должна быть. По-любому, значит, ее снимать надо. Не пойму никак. Ну да ладно. Вот мы ее сняли. Теперь уже можно будет снять материнскую плату. Вот так вот у нас получается. Да, конечно, разборка не самая простая. Но не просто не совсем понятно, что тут сразу делать. Платка здесь отдельная. Все тут в пыли и в грязи. Значит, сейчас отсоединяем. Продуваем вентилятор. Пыль смотрим, разбираем. Винтики откручиваем. И снимаем. Радиатор. Жесткий диск тут. Он как прикреплен к материнке сразу. Увесистая становится. Так, значит. Чего у нас тут? Начнем отсюда. Будем придерживать. Не выкручивается до конца. Подкручивали, значит, сюда переходим. Циферок нет никаких. Аккуратненько снимаем. Вот. Что у нас получается? Так, сейчас телефон. Так. Значит, термопаста у нас тут уже такая. Каменистая стала. Сейчас мы ее очистим. Здесь и здесь термопрокладочки тоже стоит поменять. Они уже прям совсем поизносились. Тут они. Так, здесь, значит, очистили. Процессор и ее чип. Так, здесь будет термопрокладочки обновить надо будет. Старый я убрал. Сейчас еще. Спиртиком пройдемся. Обезжирим. И надо еще с радиатором разобраться. Здесь все вычистим. Вот такой вот терморезин использую. На Алиэкспрессе продается. В принципе, ее все время хватает. Нормально она. Так, термопрокладочки, в общем, раскидал тут. Не совсем ровно нарезал, но не критично. Закрываются и да ладно. Да и новенькие. Не те старые. Так, термопаста. Наносим и потихонечку его по поверхности чипа растираем. Может, маловато я добавил. Еще надо будет. Да, чуть-чуть еще. Мало. Много тоже не надо. У нас все равно лишнее все растечется, когда радиатор будет прижимать. Так, вот, равномерным слоем. Ну, как можете. Выравниваете. Там, в принципе, радиатор доразмажется. Но, вот, каплю оставлять не советую, потому что может неравномерно разойтись. Лучше самостоятельно сделать, сразу растереться. А потом уже там радиатор, если что, довыравнивает. Так, и на у нас этот, на процессор тоже добавим. А и третий тут стоит, второго поколения. Старенький уже. Ну, ничего заменить не на что. Так что, оставим его. Пусть будет. Для офиса пойдет еще поработать. Что-то поиграть в какие-нибудь старенькие игрушки. Тут дискретка есть. GeForce, не помню, там какая уж. Пятая серия, кажется. Обычная, конечно. 64 битка, скорее всего. Вот так вот примерно намазали все. Немножко тут убираем. Мазюк или то что. Ну, в целом, я думаю, будет достаточно. Так, а теперь, значит, надо посмотреть, что у нас там с вентилятором. Два, три, четыре. Сейчас откручиваем. И узнаем. Ну, я думаю, там есть уже определенный валеночек скопился. С пыли и грязи. Так, как у нас тут тебя разобрать. Так, здесь он еще у нас такая вот наклеечка. Термоскотч какого-то. Вот, убираем. Заменим. Вот, значит, смотрите. Ука у нас тут скопилось. То бишь, чистка обязательно. Перегрев у нас тут дело времени. Вот сколько. Вот, почистили. Немножечко пыли. Здесь тоже продули. Будем потихоньку все собирать обратно. Так, и аккуратненько, значит, ставим все назад. Назад. Не совсем аккуратненько получается. Вроде. Вроде так. Ну, и дальше все это закручиваем. Так, здесь тоже. И вот здесь. Ну, вроде как все. Надеюсь, больше греться не будет у нас ничего. Сейчас жесткий диск проверим еще на слабые сектора, ошибки. Вставлять его тут или нет. Поглядим. Там, по-моему, на 500 гигов он идет. В целом нормально. Но главное, чтобы он был. А вот еще у нас тут железячки всякие болтаются. Главное, чтобы он был нормальный. Для проверки жесткого диска использую станцию, свою любимую. Ну, такая проверка быстрая, конечно. Но она сразу покажет, битый диск или нет. Вот если все с ней в порядке, сразу покажет. Нет, так нет. Будем менять. Сейчас поглядим. Так, и вставляем, значит, жесткий диск. И подключаем, значит, питание. USB-кабель. USB-кабель. Подключаем и нажимаем кнопочку. Это у нас начал крутиться. Ну, вот, в общем, диск. 24 слабых сектора. Здоровье 86%. Производительность 100%. Ну, в целом, конечно, можно и оставить. Но я, наверное, заменю. У меня есть. А этот куда-нибудь. Какую-нибудь сборку вторым. Шибочки. Нестабильные сектора. Счетчик. Вот. Заменю. А поставлю. А этот куда-нибудь в какую-нибудь сборку воткну. Вторым там, так. Для не особо важной информации. Хотя нет, наверное, его я оставлю. Поставлю сюда SSD на 120 гигов. Под системой проги с драйверами. А этот останется для данных. Вот. В принципе, ничего страшного. В таком состоянии. Побегает он. Ну, в общем, сейчас буду все собирать обратно. Не буду тут уже заснимать. Вот. Соберу. SSD поставлю. Вот. Посмотрим, как он будет уже работать. С этой планкой-то, я думаю, это вандала сначала. Хотя нет. Она, видимо, так и должна быть отдельно снимается. В общем. Сейчас мы тоже почистим. И будем все нормально собирать. Скреплять. В принципе, тут особо ничего критичного нет. Ну, немножко подрассыпался, когда разбирал. Вот. Я вроде ничего там усилен никаких не проводил. Ничего не ломал. Видимо, кто-то лазил уже. Может, пытался лазить. Или падал он. Потому что что-то рамка была сломана. Ничего ли с ним было. Ну, неизвестно, короче. Немножко у меня тут ЧП. Вот. Но в целом сейчас соберем. Я думаю, проблем не будет. Все будет хорошо. Ну, в общем, нормально все собирается. Сейчас шлейфики подключу. Клавиатурку поставлю на поддоне. Закручу винтики. Почистим рамочку. И, в принципе, у нас все собрано. Единственное SSD-диско я хотел поставить. Надо будет салазки подобрать. И SSD-диско у меня ничего нет. Придется докупить. До магазина добраться. Ну, там уже разборка не понадобится. Там ничего страшного нет. Все быстро меняется. Ну, вот. Заработал. Правда, что со стареньким этим диском. Жестким. SSD-диско я не поставил. Вот. Ну, в принципе. Ну, тут все пересносить. Надо переустанавливать. Понятное дело. Вот. Будет намного шустрей. Ну, вентиляторе крутится. Дует тихонечку. Звук есть. Все есть. Все хорошо работает. Ничего мы не сломали. Не повредили. Чистка прошла успешно. Спасибо.